Жители дачного поселка Козылтас в Талдыкоргане не имеют питьевой воды. Собственные водопровод им стали прокладывать два года назад, но не завершили. За водой дачники вынуждены ездить в город, но этот путь становится все сложнее из-за плохих дорог. Подробнее в следующем материале. Несбывшейся мечтой называют центральный водопровод жители дачного поселка Козылтас поблизости с Талдыкорганом. Его начали прокладывать два года назад. Из бюджета выделили 724 миллиона тенге. Но до сих пор в эксплуатацию не вели. Раимбек Садырбаев уже много лет пользуется водой из местного колодца, но употреблять ее в пищу не может. Очень соленая и жесткая, поэтому вынужден ездить в город за питьевой. Это трудно. Когда едем, иногда есть автобус, иногда приходится брать такси. Такси стоит 200 тенге, автобус 120. Вот так и таскаем. Деваться некуда. А эту воду пить невозможно. Она очень соленая. Кроме воды в поселке практически нет дорог. Тяжелее всего добираться до города в межсезонье. Лишь на некоторых улицах насыпан щебень. Остальные дороги после дождей становятся непроходимыми, рассказывает жительница Айгуль Бекен Кызе. Сейчас вот снег выпадет, вызываешь скорую помощь. Говорят, ваша улица неудобная, выходите к магазину. Если болеешь, надо идти пешком. Скорые застревают, не могут проехать. А если пожар? Пожарные не смогут проехать. Когда начинается дождь, тут все превращается в месиво. Причина, по которой водопровод до сих пор не заработал, простая. Подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями. И вовремя не закончил объект. Руководитель городского отдела ЖКХ Алмаз Барлыбеков пояснил, что их ведомство подало иск против компании. И теперь суд обязал предпринимателя завершить работы. В настоящее время работы идут. По нашему плану до конца ноября мы промоем и продезинфицируем трубы. Жители поселка получат воду. Вместе с водопроводом жители поселка надеются на улучшение дорог и освещения улиц. Местные власти обещают, что уже в первой половине следующего года приведут в порядок 4 улицы общей протяженностью около 3 километров. Однако, по прогнозам властей, установку уличного освещения придется подождать.